В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. Но в начале выпуска коротко об основных событиях. Исполняющий обязанности главы Ленинского района Алексей Спаский встретился с представителями торгово-промышленной палаты. По промзоне я считаю, что актуальный вопрос был задан и по северной, и по южной. Плановая диспансеризация. Особое внимание ветеранам. Организуем на дому общие анализы крови, биохимии. Знакомство школьников с Павлом Гаевским. Легендой города Видное. Теперь я знаю, с кого надо брать пример. Состоялась встреча исполняющего обязанности главы Ленинского района Алексея Спаского с представителями торгово-промышленной палаты. На повестке дня обсуждение ежегодного обращения губернатора Московской области к жителям и вопросы от предпринимателей муниципалитета. Подробнее в сюжете Натальи Буслаевой. Основной темой встречи, исполняющего обязанности главы Ленинского района Алексея Спаского с представителями торгово-промышленной палаты, стало обсуждение создания муниципального центра «Мой бизнес». Это удобный формат и локация предоставления государственных услуг по принципу одного окна, где предприниматели и граждане, планирующие создание или развитие своего дела на любой стадии, смогут получить необходимую помощь для продвижения своей деятельности. Он создан для того, чтобы помогать предпринимателям. Сейчас есть единый номер, на который предприниматели могут обратиться, но этот офис должен открыться в каждом округе и в каждом муниципалитете Московской области для того, чтобы помогать и содействовать предпринимателям. В настоящее время в Московской области функционирует 12 таких центров, где предпринимателям помогает зарегистрировать компанию, а также оформить заявку на получение льгот и субсидий. В нашем муниципалитете открыть подобный офис планируют на базе отделения торгово-промышленной палаты. Это торгово-промышленная палата и мой бизнес. Это системно мы можем помочь предпринимателям, потому что, в принципе, мы занимаемся этим вопросом. Мы занимаемся и привлечением инвестиций в район, и помогаем уже тем предпринимателям, которые находятся и на местах, и развиваем. Поэтому, естественно, наше предложение будет в силе, и если будет такая возможность, мы бы с удовольствием это бы возглавили. Подобный центр консультативный, оказывающий помощь, тоже открытся на базе торгово-промышленной палаты. Одно другого не исключает, и мы готовы помогать. Куда будет удобно туда ходить. В ходе совещания у предпринимателей, работающих на территории городского округа, была возможность поднять волнующие темы. В основном вопросы касались транспортной доступности. Если ехать на машине, это займет примерно столько же времени. А вот если ехать общественным транспортом, это займет порядка полутора часов. Ну, это в час пик вы имеете? Нет, потому что у нас нет общественного транспорта, который заходит в нашу северную промзону. Назвученные вопросы были получены ответы, а часть проблем была взята на контроль. По промзоне, я считаю, что актуальный вопрос был задан, и по северной, и по южной. И опять, что-то для меня было уже понятно, в силу того, что какое-то время нахожусь на территории, что-то требует дальнейшего изучения. В промзонах пока не был, но пообещал, что в ближайшее время, конечно, ну, как бы не с экскурсией даже, а с ознакомительной поездкой приедем мы туда. Также обсуждались вопросы привлечения кадров для работы в муниципалитете строительства физкультурно-оздоровительных комплексов на территории городского округа. Проводить такие встречи с предпринимателями в формате открытого диалога планируется регулярно. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Фитнет-ТВ. Продолжается отчетный период в поселениях Ленинского городского округа. Глава сельского поселения Молоковская Виктор Огоньков и руководитель администрации поселения Любовь Тарабрина выступили перед местными жителями с отчетом об итогах работы за 2019 год. На мероприятии также присутствовал заместитель главы администрации муниципалитета Алексей Селезнев. Первым словом взял глава сельского поселения Молоковская Виктор Огоньков. В своем выступлении он отметил, что развитие поселения проходит в нормальном режиме, несмотря на то, что за год его население с 10 тысяч увеличилось вдвое. Он отчитался о работе Совета депутатов и отметил активность жителей в решении насущных вопросов. Хочу поблагодарить руководителей предприятий, учреждений, индивидуальных предпринимателей за оказанную помощь и внимательное отношение к жителям поселения. Сказать слова благодарности депутатам сельского поселения Молоковская за их неравнодушие к своему поселению. Руководитель администрации поселения Любовь Тарабрина рассказала о мероприятиях, направленных на улучшение условий жизни граждан. В частности, она отчиталась об установке новых объектов освещения, о развитии сети водоснабжения поселения. Также она осветила вопросы реализации муниципальных программ, формирования современной городской среды, безопасность и развития дорожно-транспортного комплекса. В 2019 году были проведены работы по ремонту пяти автомобильных дорог общего пользования. На территории поселения установлено 72 видеокамеры, а также обеспечено технологическое обслуживание системы оповещения в населенных пунктах. В 2020 году также планируется продолжить работы по обустройству площадок и зон отдыха на территории поселения. В целом, работа руководства поселения оценивается жителями положительно. Об этом говорит тот факт, что сразу после выступления Любови Тарабриной слово взяли несколько местных жителей, которые поблагодарили ее и Виктора Огонькова за ряд реализованных проектов. А вот заместитель главы администрации муниципалитета Алексей Селезнев отметил, что представленный отчет был не совсем полным. У нас в основном все докладывают, что сделано, что не сделано. Хотелось бы тоже знать, потому что, чтобы дальше работать, надо знать, где мы отстаем и что мы не доделываем. Поэтому вот это тоже нам надо знать и анализировать. Не все об этом говорят, а это обязательно надо делать. По традиции закончился отчет руководства поселения с ответов на вопросы жителей, которые смогли их задать прямо во время мероприятия, и награждением граждан, которые сделали значительный вклад в жизнь поселения и муниципалитета. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Чуткая власть. Именно такое определение работы муниципальных властей озвучил в своем обращении губернатор Московской области Андрей Воробьев. К каждой проблеме нужен индивидуальный подход. Именно с таким подходом свой выездной прием граждан провел исполняющий обязанности главы Ленинского района Алексей Спасский. Подробнее расскажет наш корреспондент Дмитрий Книга. Исполняющий обязанности главы Ленинского района Алексей Спасский провел выездной прием граждан в сельском поселении Булатниковское. Понять проблемы населения проще всего, общаясь лично. Мы все прекрасно слышали, что в своем обращении к жителям Подмосковья губернатор не то что одним из основных тезисов, а такой красной линией обозначил чуткая власть. И в том числе я практически при первом своем знакомстве с депутатами в первых своих обращениях к сообществу городского, Ленинского городского округа, сказал о том, что практика не только приемов администрации городского округа, но и выездных приемов в администрациях поселения, она будет реализована. На прием записались граждане, которых волнуют вопросы благоустройства и развития территории поселения, работы коммунальных служб и строительства новых объектов досуга. Жительница села Булатниково Ирина Боровикова предлагает организовать одностороннее движение по улице Центральная и ограничить проезд в некоторых местах. У нас всю жизнь там отдыхали дети, и сейчас они отдыхают, катаются на велосипедах, на самокатах, рисуют классики, прыгают. И надо с этим что-то сделать. Мы просили шлагбаум, нам мы не согласовали, это понятно. И шансов практически никаких не было. Но нам обещали подумать насчет одностороннего движения. Принципиально никто не возражает против одностороннего движения. И там, насколько я понимаю, из доклада коллег. Значит, надо просто документально все доформить и установить соответствующие знаки. Благодаря тому, что на приеме граждан также присутствовали глава поселения Ирина Дубровская и депутат по данному округу Ирина Архангельская, ответы на многие вопросы можно было получить сразу, не дожидаясь обсуждений. К примеру, по ситуации с размещением точек сбора мусорных отходов. Давайте свое предложение. Мы будем проверять принадлежность земельных участков и рассматривать. Кстати сказать, по Булатникову в прошлом году мы тоже проектировали в рамках обновления техническое состояние всех мусоросборочных площадок. Мы и ваши тоже площадки в эту программу были готовы включить. Алексей Спасский видит позитивный момент в том, что пришедшие на прием граждане настроены на сотрудничество. А значит, многие проблемы удастся решить сообща. Записаться на прием можно по телефону 8495-541-5821. В Ленинском городском округе продолжается плановая диспансеризация населения. Особое внимание уделяется людям преклонного возраста, инвалидам, а также ветеранам, участникам боевых действий, труженикам тыла, бывшим жителям блокадного Ленинграда и узникам концлагерей. Все они проходят диспансеризацию ежегодно. В преддверии 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне ветераны пройдут наиболее полную и масштабную диспансеризацию. Обследоваться в поликлинике можно без очереди в любой день, кроме воскресенья. Обычный осмотр терапевтический. Определяем круг заболеваний, которые у них уже есть, что-то ухудшилось. Стабильно предлагаем им госпитализироваться, более чтобы удобно было госпитализироваться в стационары терапевтического профиля, кардиологию, неврологию, для того, чтобы их комплексно обследовать. Сроки госпитализации неограничены и определяются в каждом конкретном случае индивидуально. Для обслуживания маломобильных ветеранов работают выездные бригады. Организуем на дому общие анализы крови, биохимии, ЭКГ, специалистов, которые требуются, профильных специалистов, неврологи, хирурги. По возможности необходимости это окулисты, лура. Также для участников войны, имеющих инвалидность, обновят индивидуальную программу реабилитации. Поскольку там нужно ходунки, матрасы и так далее, и так далее, вот эти все средства после осмотра, после проведения диспансеризации плановой, мы должны будем обновить. Всего в этом году диспансеризацию должны пройти 857 ветеранов, проживающих в Ленинском городском округе. Среди них 57 фронтовиков, участников Великой Отечественной войны, каждому из которых уже больше 90 лет. Павел Гаевский – легенда города видная. Нельзя переоценить его богатый вклад в развитие поселения. Сегодня еще больше о нем узнали ученики второй школы. Вместе с экскурсоводом они посетили двор, где жил Павел Федорович, и возложили цветы к мемориальной доске, которая установлена на доме, где он провел последние месяцы своей жизни. Подробнее в репортаже Юлии Погосян. Несмотря на то, что видное, город небольшой, история у него богатая. И начинается она со строительства коксогазового завода, градообразующего предприятия. До 1965 года «Видное» был поселком при заводе, а 55 лет назад стал полноценным городом, где сегодня проживает более 100 тысяч человек. Чтобы сохранить историю и память о первостроителях, экскурсоводы историко-культурного центра проводят со школьниками пешие экскурсии. Одна из последних была посвящена Павлу Гаевскому. Я хотела, чтобы дети воспитывались в таком духе и обладали тоже такими, можно сказать, в будущей жизни чертами положительными, как Павел Федорович Гаевский. Чтобы у них был дух патриотизма, любви к городу, к малой родине и к любви России. Вклад Павла Гаевского неоценим. Со времени его смерти прошло 40 лет, а его помнят и ценят, как тогда, когда он возглавлял коксогазовый завод и старался сделать жизнь видновчан максимально комфортной. Сам жил во временном поселке, недалеко от предприятия, и отказывался переезжать, пока всех своих сотрудников не расселит в новые квартиры в центре города. Переехал только под конец жизни на улицу Крайню. В 1980-м ее переименовали в улицу Гаевского. Сегодня улица Гаевского, пожалуй, самая красочная в городе, видно. И это, безусловно, заслуга Павла Федоровича, который, как сказал экскурсовод, делал все добротно и для людей. В моей жизни не много таких примеров, когда людей, ну обычных людей, но он, ну да, был руководитель завода, но он никогда, я не помню, чтобы он как-то выделял себя среди тех, с кем он работал. И вот человека помнят через 40 лет, после того, как он ушел из жизни. А это значит, для меня это значит, что этот человек прожил правильную, хорошую жизнь. Дети остались под впечатлением. Весь час экскурсии, несмотря на морозную погоду, ученики 2-й видновской школы были сосредоточены на экскурсоводе. Им действительно было интересно, они задавали встречные вопросы. Мне было очень интересно, я узнала много нового, и теперь я знаю, с кого надо брать пример. Этот человек отдал почти всю свою жизнь работе, и он не делал того, что я это сделал, я типа пух земли, я все могу. Он это делал бескорыстно, и он делал это для людей. Павел Гаевский – герой социалистического труда, заслуженный металлург, почетный гражданин Ленинского района. Завершая экскурсию в благодарность за наследие, школьники возложили цветы к мемориальной доске, которая установлена на доме, где жил Павел Федорович. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. 15 февраля приглашаем жителей Ленинского городского округа сдать нормативы ГТО в фитнес-клубе «Прайд Клаб Видное». Регистрация участников будет проходить строго с 9.30 до 10.30. Для выполнения нормативов ГТО необходимо. Первое – зарегистрироваться на сайте gto.ru и получить идентификационный номер. Второе – распечатать сайты и заполнить согласие на обработку персональных данных. И третье – иметь при себе паспорт, оригинал и копию, и медицинский допуск, также оригинал и копию, сменную обувь. Подробнее по телефону 8-495-107-55-66. Это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.